Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и у меня для вас кое-что интересное. Сегодня мы с вами познакомимся со всеми девушками Карла Джонсона в игре GTA San Andreas. Пройдемся по их мини-биографии, как их найти, и все в таком духе. Стоит отметить, что девушек всего шесть, и к каждой нужен определенный подход. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. И первая наша девушка, с которой нам предстоит встретиться, это Деннис Робинсон. Все вы ее знаете, если проходили сюжетную линию игры. Первое появление приходится на миссию «Горящее желание», где по приказу темпени наш Карл Джонсон устраивает поджог. Но на пути жестокого поджигателя Карла встает Деннис Робинсон и кричит из окна моля о помощи. И тут-то наш Карл, вопреки своей крутости, решает спасти девушку из горящего дома, что у него и получается, на что Карл и награждается поцелуем. Ми-ми-ми, как это мило, господи. Но это что касаемо первой встречи с Деннис. А теперь ее краткая биография. Полное имя Деннис Робинсон. Родилась и выросла в криминальном районе Лос-Антоса, в частности в Гентоне. За все время проживания в этом районе она, разумеется, знала о Карле, о Шоне и всей этой группировке Гроу-Встрит. Но до этого момента она с ними как-то не пересекалась, и была весьма разгульный образ жизни. Короче, она девушка легкого поведения. Также у Деннис имеется трое детей, но она отдала их на усыновление, так как поняла, что не сможет воспитать их должным образом. Она предпочитает еду быстрого питания, веселиться, танцевать, в общем, оторваться на полную катушку. И ей совершенно все равно, как будет выглядеть при этом Карл, в отличие от наших следующих героинь. А что касаемо достижений по прогрессу, так на 50% отношений с Деннис, она подарит Карлу ключе своего автомобиля с уникальным номерным знаком Home Girl. А при достижении 100% она подарит ему костюм сутенера. Вот такая вот она горяченькая штучка Денниса Робинсон. Воу. А следующая девушка, это у нас Кейт Чан. 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 Джеки Чан, бич. Захотите ли вы с ней встречаться или нет, зависит только от вас, ведь никаких миссий с ней не связано. И найти ее можно только напротив спортзала, на площадке для гольфа. Она будет стоять и всячески медитировать. Кейт работает медсестрой в центральной больнице Сан-Фьерро и увлекается восточными единоборствами. В одной из поездок у Кейты Карла возникает диалог, где она упоминает, что является большой фанаткой Мэтт Дога. И чертовски перезирает Оу-Джи Лока и подшучивает над ним, что мол Оу-Джи Джоук ему бы подходило лучше. Также она увлечена сбором различных трав и ее чертовски заводят разговоры о смерти, авариях и тому подобное. Жестокие у нее фетиши, блин. Но тем не менее она против некрофилии, довольно-таки милая девушка. Она предпочитает только здоровую пищу, сводить ее в бургершот не получится, разумеется, если вы не хотите получить стаканом в глаз. Но чтобы завоевать ее сердце, Карлу придется жестко попотеть над своим телом и потягать пару сотен раз штангу. Иначе она просто не захочет с вами разговаривать. Ну, знаете, девушки там любят качков и все такое. После знакомства при гибели Карла в Сан-Фьерро он будет появляться у Кейти. И при этом вы не потеряете оружие, но если продолжите с ней ходить на свидание и ваш показатель будет выше 50%, то она даст вам ключи от своего автомобиля Ромеро с уникальным номерным знаком ТРУАММА. А если все зайдет слишком далеко и вы достигнете отметки 100%, то вы получите униформу врача. Вот такая вот она Кейти Чан... 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 Чи Чан... На-на-на-на. Вслед за Кейти в сегодняшнюю нашу женскую тусовку вырывается Мишель Кенс. Она так же как и Кейти проживает в городе Сан-Фьерро. Она не имеет никакого отношения к сюжетной линии игры. Отвречаться с ней или нет зависит только от вас. Мишель интересует автомобили и все что с ними связано. Также она увлекается уличными гонками. И первая ее гонка была на велосипедах в возрасте 12 лет. Она имеет свой собственный гараж рядом со своим домом. И скорее всего автомобили это ее хобби. Так как в действительности она работает инструктором в автошколе Сан-Фьерро. Там и случается наша первая встреча с Мишель. Где она мило беседует со своим клиентом. Правда встретить ее может там не всегда. Ей нравятся полные и привлекательные мужчины. То есть если ваша привлекательность и полнота достигают 50%, то вы сможете смело к ней подходить. А что касаемо наград с данным персонажем. При знакомстве вы получите бесплатную покраску в ее гараже. А при достижении 50% Мишель подарит Карлу ключи от ее автомобиля Монстр с уникальным знаком НОУС. А при 100% отношении Карл получает комбинезон гонщика с логотипом гаража Мишель. Также у нее в гараже можно найти фалл имитаторы. Только никому об этом не говорите. Но отличаемся от всех этих городских и пора мне вам представить Хелену Вангштейн. Или же просто можете назвать ее Елену, как вам будет удобно. И вы можете встретить ее в любое время в деревушке под названием Блюбери. Она стреляет по мишеням на крыше амуниции. Она является юристом по профессии и живет на своем собственном ранчо. Предпочитает ходить в рестораны. Обожает природу, леса, поля, зеленые листочки, все такое. Она любит худощавых и привлекательных парней. И если вы вдруг решитесь с ней замутить, то вы получите ее сарай. И сверху большое количество оружия в этом самом сарае. А при достижении 50% она дает вам ключи от своего транспорта Банзито. Но транспорт не имеет дверей и угнать его все равно можно. Даже при этом не достигая данного прогресса. Кстати, это единственный такой транспорт, который достается игроку без каких-либо усилий. И если все зайдет слишком далеко и ваш показатель будет на 100%, то вы получите одежду фермера. Вот такая вот она Елена Вангштейн. Ох, фамилия какая дерзкая, Ванг. Еще один обитатель сельской жизни и по совместительству девушка Карла. Опять же, если вы этого захотите. Это Барбара Штенвард. Которая проживает в Тирирабада. В деревушке Эликабрадус. Барбара является заместителем шерифа. У нее есть двое детей. И со своим мужем она в разводе. И скорее всего, детей забрал именно он. Из-за этого она его и ненавидит. И во время разговора на свидании часто называет своего бывшего ублюдком. На самом деле, это, наверное, самый разговорчивый персонаж. И ее разговоры отсылаются к множеству событий в GTA. Будь то могилы, обнаруженные в пустыне. Про дела мафии в лесах Лас-Вентураса. Про темные делишки Майка Торина. И все это упоминается в диалогах с данным персонажем. Но как же угодить этой загадочной женщине? Ей нравятся полные накаченные и красивые парни. Также она предпочитает дорожное кафе, неподалеку от своего дома. И если вы вдруг решите развивать с ней отношения, то при смерти ваш персонаж не будет терять оружие и бронежилет. Разумеется, если вы будете ближе к дому Барбары. А если вы дойдете до 50% отношений, то получите доступ к ее полицейскому ранчеру. Также с уникальным номерным знаком. А при достижении 100% отношений вы получите униформу полиции. Вот такая вот она Барбара Штенворд. Отдайся мне, Карл. Побойся бога с ней встречаться. Это Милли Перкинс. Самая извращенная натура из всех, кого я представлял ранее. В отличие от других девушек, знакомство с ней невозможно избежать. Так или иначе, вам придется... Вам предстоит, сука, с ней познакомиться, если вы хотите удачно завершить ограбление казино Каллигулы. С этим милым личиком скрывается самая настоящая садистка и любительница Садамаза. Первое наше знакомство с Милли сваливается на миссию «Ключ к ее сердцу», где нам по заданию нужно сначала выследить, куда едет Милли, а потом и вовсе убить ее хозяина, забрать у него одежду извращенца и стать своеобразным мальчиком на побегушках. И нам придется переезжать к ней раз за разом, удовлетворять ее прихоти, делать с ней непристойные вещи. И все это ради чего? Ради карточки? И ради этого Карл терпел все эти унижения, чтобы получить гребанную карточку? Ну уж нет. Тогда будет проще убить ее. И тут у нас открывается альтернативный вариант прохождения данной миссии. Ее можно просто убить, но при этом вы не сможете пройти игру на 100%. Никаких особых крутых наград от Милы нет. Тут все как обычно. При достижении 50% Милая дает вам ключи от своего собственного автомобиля. При 100% вы получаете только испорченную психику. Спасибо, Рокстар! А на самом деле костюмы возвращенца это и есть та самая 100% награда. Но вы ее получите в любом случае. Вот такая вот она Мила Перкинс. А на этом у меня все. Если вам понравился данный видеоролик и вы узнали из него что-то новое, я буду бесконечно вам благодарен за ваш лайк и комментарий. Также подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить следующие ролики. А с вами был Хир. Всем удачи, всем пока, хорошего настроения, господа. Ба-ба-ба. Субтитры сделал DimaTorzok